Подхожу я и говорю, так, а мне продадите? И добрая продавщица, смерив меня взглядом, такая сказала, ну конечно, вашей маме продам. С тех пор, с этого замечательного случая, вошла в психодиетологию. Расскажи, с чего начался твой путь в психодиетологию? Мой путь начался с того, что я уже родилась в семье очень полных людей, и какой-то путь в любом случае должен был быть. Но если вот так вот кратенько, и самый такой яркий момент, это когда мы с моим супругом лет в 30 покупали что-то там, коньяк, ему его не продавали, тут подхожу я и говорю, так, а мне продадите? Я весила килограмм на 20 больше, чем сейчас. И добрая продавщица, смерив меня взглядом, такая сказала, ну конечно, вашей маме продам. Ну вот с тех пор, с этого замечательного случая, я вообще просто очень сильно расстроилась, ну и как бы вошла в психодиетологию. Как изменилась твоя жизнь после того, как ты пришла в профессию, и быстро ли произошли изменения? Ох, как же изменилась моя жизнь? Ну достаточно быстро, потому что если ты делаешь, у тебя всё получается. Просто я столкнулась с откатами, с постоянными, с историей про то, что ты всё уже прекрасно знаешь, ты уже нутрициолог, ты уже диетолог, ты уже как бы глубину питания постиг, но какая-то неведомая сила возвращает тебя обратно, да? Ты почему-то не хочешь это делать. Вот, ну и в конце концов пришлось стать психологом и ответить себе на многие вопросы. Ну как бы быстро, долго, ну вот такой путь. Знаю короче теперь как можно, если что. Твой личный опыт трансформации помогает тебе в работе и в поиске подхода к клиентам? Конечно, да, может быть это не очень профессионально в части психологии использовать там где-то свой опыт, но я иногда его использую, и это помогает. Потому что люди понимают, что я не просто там образованный человек с каким-то там специальным образованием, я практик, я знаю эту боль, и у меня получилось. Конечно, я использую. Согласно твоему профессиональному опыту, какие психологические причины чаще всего становятся причинами проблем с питанием у людей? Люди очень часто используют еду не с пищевыми целями, да? То есть это как бы история про компенсацию. То есть очень часто есть какие-то вещи, которые не получаются, не складываются у людей, и вместо того, чтобы двигаться в ту сторону, складывать и делать, иногда простой способ просто быструю удовлетворенность получать с помощью еды. Ведь это классно, вкусно, кайфово. И прямо сейчас, да? То есть это вот что-то про компенсацию чаще всего. Расскажи, что самое сложное и самое приятное в твоей работе? Даже не знаю, что сложно. Мне просто комфортно в моей работе, мне всё нравится. И я принимаю любые изменения людей, даже не изменения. Хотела сказать, что сложно, когда у человека не получается, да? Когда какой-то процесс. Но для чего мы, психологи, нужны? Как раз для этого. Поэтому, наверное, мне всё нравится. Почему ты любишь свою работу? Потому что я люблю людей. Я вот долго думала, почему мне нравится эта работа. Да вообще я люблю людей. Люблю разглядывать. Мне нравится, что там происходит внутри. Для меня это как квест какой-то, да? Вот помочь, найти, не то чтобы я эксперт жизни другого человека, но я тот, кто может где-то фонариком подсветить. Кому интересно, да? Кто любит присутствовать в жизни других людей. Дай совет людям, которые хотят начать позитивные изменения в своей жизни, но боятся по каким-то причинам и не решаются. Тут так хочется там, идите, делайте, да, что-нибудь такое. Ну, знаете, может быть и по-другому. А жизнь может быть гораздо более интересной, если просто найти в себе силы и рискнуть, и попробовать сделать как-то по-другому. Не так, как вы обычно делаете. Ну, а страхи, ну, бог с ним, да. Это всё, потом как-нибудь разберётесь с этим.